Западный Азербайджан Мы поговорим о коврах, петлях, палазах, килимах, созданных неповторимым методом Тюркбаф. Это наше историческое право, и мы предоставляем вам его, как и основополагающий документ. Село Агду Зангезурского махала западного Азербайджана. Одно из древнейших поселений. Фрагменты человеческих костей, найденные в этом районе, каменные памятники в пещерах, являются артефактами древних верований, в том числе и древних тюркских верований. Схожие узоры того же происхождения есть и на коврах, и сегодня мы увидим их своими глазами. Это отпечатки древнятюрского наследия, отраженные в ковроткачестве. И эта древняя этнопамять передается из поколения в поколение на протяжении тысячи лет и ткется по сей день. А теперь мы с вами посетим Агду. На самом деле Агду – это одна из деревень красивейшей зоны Зенгезура Каракельсинского района, где исторически проживали азербайджанские тюрки. Впоследствии были очень серьезные манипуляции с этимологией названий этого села. Его всячески старались арменизировать. Но исторические источники дают нам бесспорное подтверждение. Агду – белая Уту, белая Уду – название известных племен Уту, то есть Утиев и Удин. Найденные здесь надгробия, а также поверия в элементы устного народного творчества, имеют прямое отношение к верованиям древних тюрков. Так что фальсификации не пройдут. Лучший ответ на любые попытки переврать историю – вот эти ковровые петли. Коды, спрятанные в петлях и узорах, лучше всего демонстрируют, кому принадлежит эта территория. Давайте посетим Агду. Агду – когда-то была очень красивой деревней. Расположена она во впадении между горами Газылкая и Янтепе. Вокруг горы. Мы жили на нижней стороне этих гор. Там сделали траншею на дне скалы. Раньше там держали скот, а я слышала, что в период, когда азербайджанцев начали изгонять с этих земель, там прятались и какое-то время жили беженцы. С другой стороны, было такое место под названием Гаран-Лах-Кяха. Там держали тысячу овец. Рядом с ним находился холм под названием Явшанская равнина. Там было место под названием Ямач. По этому месту наши шли в Чащан-Лярь. Это тоже часть Агду. От подножия горы наверх дома были построены на склонах гор. Там так красиво. Помню еще прекрасные родники Ашзу и Алимардан. С тех мест находили глиняные кувшины и посуду. В некоторых кувшинах даже сыр сохранился. Нашли гроб, а в нем обнаружились кости 15-летней девочки. Рядом с ней положили сыр и воду и накрыли камнем. Так она и была захоронена между двумя камнями. Останки почти не тронуты тленом. Видимо, ее могилу сделали из камня. Зангезур запомнился кровавыми событиями. Информация об этом содержится в трудах многих историков. События, происходившие здесь в 1905, 1918, 1920 годах, являются в буквальном смысле слова кровавой истории этого живописного края. Тогда хотели уничтожить нашу родословную, нашу историю, нашу культуру. Но не смогли. И сейчас не смогут. Потому что память нашего народа неистребима. Мы привыкли к борьбе. И борьба эта продолжается до сих пор. Желание возвращения в Зангезур, в Ахду, дух возвращения живет в каждом, в сердце каждого жителя Ахду. Когда мы были детьми, приходил писатель Айубабасов. И мы слушали его. Он рассказывал, что там было очень много смелых женщин. Одной из них была моя прабабушка Гюлистан. Айубабасов сидел, разговаривал со стариками и записывал их рассказы. Я помню, дом моей бабушки был высотой где-то 3,5 или 4 метра. В доме тогда печенья не было. У нас был тандыр. В нем мы готовили еду. Там же рядом мы застилали сотканные нами джаджими, это гладкие ковры без ворса. Их ткали другими методами, не как обычные ковры. На них мы клали подушки и там сидели, ели, пили, отдыхали. Сотканные в Агду ковры и созданные на них узоры остаются в памяти этих людей. Это знания, передаваемые из поколения в поколение. В каждом из этих ковров отражено, к какому племени они принадлежат и чем занимаются. И все они являются некими секретными кодами. Эти элементы, будь то клеймо, восьмиконечные звезды или крючки, отражающие род их деятельности, есть основа мифологических верований и своего рода документ этого народа. Его невозможно подделать. Большинство ковров даже имеют дату плетения арабским алфавитом. Автор работы, дата плетения. Все становится известным из узора. Один из самых интересных аспектов заключается в том, что ничто не смогло повлиять на эти символы. Скрытые в ковровых узлах и смысловые решения в них, основанные на тюркских верованиях, ни зороастризм, ни ислам, ни советский режим, ни армянское давление не смогли изменить эти узоры. Потому что эти узоры фактически были главной визитной карточкой целого племени, целого народа. А в Ахду эта традиция существует до сих пор и хранится в домах. Этот ворсистый шерстяной ковер был соткан в Ахду. В верхней части указана дата – 1327 год Хиджи. Главное украшение ковра на красном фоне в середине четыре больших узора медальонов. Два белых и два темно-синих. Встречается плетение крючком. Остроконечная звезда, цветок с шестью лепестками. С-образный элемент, броски и мотивы. Четыре элемента природы – гусиные лапки и медальоны, подковообразные мотивы. Все это углубляет сакральный смысл ковра. Ковер олицетворяет собой семью, а количество медальонов на ковре обозначают корни и родословную. Орнамент указывает на образ жизни, их верование, а клейма указывают на родословную. У разных родов клейма и орнамент на медальонах различались. Этот ковер оберегал своих владельцев от сглаза и темных сил. Сакральный смысл раскрывает глубокое, древнее видение жизни. Эти ковры сохранили память о древнейших, тысячелетиями живших в Зенгезуре, тюркских племенах Ахду. У моей бабушки был ткацкий станок, и 4-5 человек плели семиметровый келим. Плетение келимов тоже отличается от плетения ковров. Красивыми старинными узорами плели лала гябе, это ковер хончалы гябе. Келимы тоже были сотканы узорами медальонов чомча и эгайнаглы. Каждый имел свое название. Помню, собрав узоры пяти ковров, соткали гёй-гёль. Озеро, рядом сидят люди, девушка, которая обнимает шею оленя. Очень красиво выглядела. Я сама соткала 9 ковров. Сама делала пряжу, сама плела и сама делала резку ковров. Вот эти ковры я сама соткала. И красила все собственноручно натуральными красками. Вот этот цвет хайки на этом олене я сама получила из дубового дерева, луковой шелухи и из молока. Три дня краску пришлось держать. А чтобы получить бежевый цвет лица девушки на этом ковре, я смешала три типа шерстенных нитей, окрашенных мной. Это белые, розовые и черные нити. У этой женщины, приехавшей из Агду и хранящей у себя память об этой деревне, есть секрет, который она нам сейчас расскажет. Она привезла с собой лимонное дерево, которое вырастило в Агду. Удивительно, но это дерево стало главным свидетелем ее жизни. Счастливых дней невзгод, когда ее владелице пришлось бежать с родных земель. Это дерево могло зацвести и расти и в Шамахе, и в Баку. Но ему нужна была земля, почва Агду. Лимонное дерево, которое она принесла с собой, расцвело только после того, как воссоединилось с родной землей. У каждого из нас есть родная земля, и когда мы чувствуем эту землю, мы становимся сильными. Когда мы получаем энергию этой земли, мы становимся непобедимыми. Наша сила – это наши земли в Западном Азербайджане, на которые сегодня, увы, не могут попасть те, чья история корнями уходит в эту плодородную почву. Тоска этой женщины по Агду на самом деле есть в каждом из нас. Возвращение в Западный Азербайджан, наше великое возвращение на нашу великую родину, обязательно случится. Главное – сохранить нашу надежду и веру. И давайте передадим все, что мы знаем, тем, кто придет после нас. Я увидела, что дерево засыхает, даже дерево таскует по родной земле. Дерево стало чахнуть. Я пересыпала почву из горшков цветами, которые я привезла из Агду, и только после того, как я это сделала, дерево словно ожило. Все эти 38 лет я бережно ухаживаю за этим деревом, и оно дает плоды.